здравствуйте друзья вопрос этот прям аж на трех страницах знаете я не уверен что тут сказать но вот у нас есть человек он говорит спортсмен чемпион европы и мира по тэквондо в прошлом работает тренером педагогическое образование курсы массажа закончил он был в канаде в новой зеландии ездил там на курсы английского в общем как то вот так и в 2009 году начал играть в лотерею green card я так пробегаю и подал заявку через фирму на семью до рождения младшей дочери это второй ребенок сейчас у него же 3 есть но вот там родилась девочка и фирма продвигала анкету из года в год не обновляя информацию что в общем то понятно они не спрашивали да и я не знал что это надо делать в общем такая ситуация потом ему позвонили в мае 14 говорят ты выиграл но у них уже ребенок в общем короче они там долго разбирались по принципу надежда умирает последний значит они дошли до посольства в посольстве им говорят ребята ну что же теперь делать вот значит ну да отказать в интервью мы вам не могли но мы заранее знали что вам придется отказать то что правила такие собственно им все до этого и так говорили но в общем такая вот история и консулом говорит продолжайте играть дело такое в общем визу им не дали все переживали и вот вопрос подскажите пожалуйста как легально переехать и остаться ключевое слово легально вот я так в россии есть кое-какие сбережения примерно двадцать пять тысяч с английский и английский разговорный более-менее еще волнует вопрос для образования детей старшая в десятом классе о высшем образовании уже задумываемся младшая в первом классе с ней будет легче время идет ждать опять выигрыш и грин карты думаю нереально нужно что-то предпринимать а что пока не знаю я знаком с тут некий дмитрий который нас учился и сейчас живет сан-франциско мы тут как-то с ним созванивались я у него спросил про вас оказывается что землята на самом деле круглая он посоветовал вам написать михаил вы что-нибудь посоветуете уехать охота а как я теперь даже и не знаю играть это понятно но каков шанс опять выиграть а годы идут да с уважением андрей ну что же друзья день сегодня такой почти солнечный поэтому я буду камерой на дорогу целиться туда полиция задевает все едем аккуратненько хотя я в принципе так хороший значит вопрос который задан знаете нетривиальный потому что фактически структура вопрос такова я пытался приехать в америку так вот так у меня не получилось а вот как еще можно но так что вот легально там и так далее и я подумал что при всей так сказать относительной простоте вопроса может быть есть смысл иногда к нему возвращаться и сказать надо изначально что в стране нет как бы открытых дверей таких иммиграционных то есть страна не в таком состоянии сегодня когда она приглашает иммигрантов и там и кто хочешь приезжай так такого нет поэтому всякий раз когда люди приезжают они приезжают не потому что есть какое-то правило а потому что есть какое-то исключение из правил тоже общее правило не пущать но есть исключение есть исключение скажем семейная эмиграция допустим муж может привести жену я недавно вот в эти выходные был тут на парте и человек ну уже американско живущий человек давно примерно столько же сколько вот вот я 25 26 лет он женился недавно и привез супругу из украины и я так между делом я бы а сложно было и тут такая история понеслась с двух сторон понимаете что это да это при том что он еще там лично ходил в посольство сша в киеве и они говорили что для того чтобы просто вот просто попасть там куда-то на разговор значит надо прийти там 92 документа 92 документа и да и были люди которые там вот они подходят к окошечку им говорят а как мы познакомились в интернете им бах и отказ понимаете это на визу кей ванна на студенческую или как это там называется вот на студенческой господи заговариваться стал на на визу невесты поэтому вот они так как-то у них чуть слезы не потекли понимаете от рассказа о том как это получилось то есть казалось бы даже брак я думаю что там может быть особо сложные требования или как то так вот проверки в связи с тем что это может быть украина они например там великобритания или швейцария наверное есть какая-то разница наверно наверное они знают какие то есть фирмы подставные которые там делают какие-то фиктивные браки и так далее то есть наверняка этом мошенничество существует очень мощно и мы как бы знаем что это есть но я просто чему рассказываю казалось год жена но мы говорим об исключениях исключение первое супруг супруга дальше если мы смотрим на семейную иммиграцию есть еще некоторые там может быть более сложные но тоже реализуемые в каком-то смысле проекта допустим там мама к ребенку гражданину сша у папа до родителей к ребенку гражданину сша еще более сложный это когда допустим дети к родителям гражданам сша особенно если дети уже женаты у них есть свои дети то есть там начинается долгая история довольно долгая история это братья и сестры и сейчас как бы говорят что надо вообще эту линию пресечь а вот родители дети до братья и сестры вообще закрыть ну как бы вот я про чему рассказываю что есть семейная иммиграция но это не ваш случай но мы разбираем исключение за исключением за исключением рабочая виза она позволяет человеку эмигрировать то есть она как бы двойного намерения он может и не хотеть а может если захотел пожалуйста значит может получить грин карту если ему проспонсирует компания где он работает или другая где он может быть не работает но которая в нем нуждается и в этом смысле я думаю что путь не заказан вот нашему герою его зовут я я извиняюсь так его зовут олег андрей значит андрей вполне мог бы приехать как тренер если он чемпион европы и у него высшее образование все дела то есть я я считаю что это путь который он мог бы исследовать это не то же самое что скажем программистом приехать или там каким-то таким физиком там секретным но во всяком случае это это путь этот путь можно разрабатывать какие еще есть исключения я сразу хочу сказать что вот тут никто это вот студенческая виза студенческая виза не является иммиграционной я знаю людей которые по 10 лет на студенческой визе и так и не иммигрировали то студенческая виза позволит находиться в стране и там даже где-то там с какого-то момента там работать подрабатывать но но она не переходит грин карту сегодня такого нет поэтому со студенческой визы все равно надо смотреть как да поэтому это я как бы сразу отбрасываю это не путь иммиграции потому что со студенческой визы все равно мы должны попасть на одно из тех исключений которые мы сейчас рассматриваем значит семейный отпадает он женат родственников у него нет значит воссоединиться ему не с кем рабочая виза не не исключаем вполне вполне возможно есть еще путь который я считаю в его ситуации более чем реальный но опять я я же не адвокат там иммиграционный я так вот со стороны считаю есть виза для людей как бы таких со всякими способностями замечательными достижениями в частности спортивными человек который является чемпионом европы на мой взгляд легко должен был бы квалифицироваться в эту категорию вот это виза-о и и то есть безусловно значит андрею надо поговорить с иммиграционным адвокатом но виза-о ему совершенно не заказан ему даже не нужно чтобы кто-то его нанимал на работу он может просто делать себе грин карту и все и там через какое-то время ее получить поэтому я думаю что это из того что мы сегодня видим наиболее такой как бы практичный вариант у него что там еще остается давайте так чтобы ничего не забыл такого из существенного значит да а что то что даже не знаю ну ну может быть еще есть что-то по мелочи да по бизнесу можно вот он например может создать бизнес и приехать там по бизнес визе и об этом очень подробно рассказывает андрей на канале иммигрант видео но мы не видим чтобы вот этот андрей который вопрос задавал чтобы он делал какой-то бизнес и чтобы он вообще был из этой области то есть если теоретически ему не заказано идти вот этим путем то практически даже мы не знаем как а есть политическое убежище которое на сегодня является таким ну как бы массовым достаточно вариантом то есть когда человек говорит логика такая человек говорит хорошо где мое исключение семейное нет по работе я могу нет по одаренности там могу нет а что остается и вот получается такая история что как бы легализация через политическое убежище как бы самая не требовательная то есть от вас не требуется чтобы вам дали работу за ваши там какие-то таланты от вас не требуется чтобы у вас было высшее образование по какой-нибудь специальности от вас не требуется но вообще практически ничего кроме кроме того что вы должны показать что вы вам опасно возвращаться в страну из которой мы приехали либо потому что там есть какая-то угроза либо есть опасность такой угрозы и вы даже не должны преследоваться со стороны государства а достаточно того что государство вас не в состоянии защитить вот представьте себе что вы политически какой-то ну я не знаю не как все так назовем вот допустим на ходите ну с плакатом там верните крым украине вы не ходите а допустим так в разговорах вы высказываетесь с людьми и вам раз морду набили два морда набили а вы в полицию а полиция это шел бы ты отсюда сидоров вот и вот у вас уже кейс на политическое убежище но я опять я я примитивизирую а более сложные профессиональные я не скажу потому что я не в курсе я я человек со стороны но просто и просто я вам показываю что бывает ситуация когда государство не хочет тебя защищать вот ты имеешь право на какие-то там свои политические взгляды вот а государство тебя защищать не хочет это может быть я не я крым для примера привел это может быть связано с там гомофобии какой-нибудь это может быть связано с тем что вы там в религиозном плане там не вписываетесь в какой-то стримлайн там основной там я не знаю но в общем как как я как я знаю есть категории всякие да значит вот по одной из этих категорий у вас должна быть проблема того что есть как бы угрозы есть может быть даже официальные притеснения там и так далее сейчас вот нам неделю назад ровно в понедельник светлана кафе иммиграционный адвокат рассказывала что сейчас начинается немножко более жестко то есть хотят документы видеть уже было время когда просто на словах вот ты говоришь поверили значит поверили а бывает что и с документами и не поверили то есть по всякому но сейчас хотят больше документального поэтому очень много разговоров сегодня о политическом убежище и люди которые вот так пролетели скажем с грин карты или не то что пролетели а вот играют 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 толп нет поэтому они начинают думать а что вот еще можно и для большинства политическое убежище как бы ну а как еще ну вот вроде да и другого вроде не видать вот там мальчики девочки приезжающие по work and travel тоже дам на рабочую визу не пойдешь ну конечно некоторые замуж выходит там девчонки это бывает вот и вот они опять там политического убежище почему ничего более подходящего нет вот так как бы я сказал вот нет такого дайте мне разрешение на на то чтобы жить и работать в сша потому что я молодая там упертая энергичная симпатичная и вообще я хорошая вот нет такого пока к сожалению нет значит итак возвращаясь к ситуации андрея я хочу сказать что у него совсем даже неплохая ситуация ну то есть совсем неплохая он спортсмен международного класса он работает в общем-то по профессии он работает тренером наверное если бы у него были там ученики которые какие-то там призовые места может быть занимали там где-нибудь тоже на международных соревнованиях и так далее может быть это было бы еще лучше но вполне вполне возможно что того что есть ему хватит выше крыши вот поэтому с 2009 года прошло уже восемь лет он может быть этих восьми лет там уже шесть мог бы вполне находиться в сша и работать и жить и так далее так так мне кажется но в общем я в его ситуации вижу вот этот светлый светлый путь через визу экстраординари вот эти вот абилитис и и и в частности не в частности ну как бы параллельно с этим он может искать работу на h1b как тренер и в общем-то у него абсолютно все квалификации для этого есть то есть ему не откажут в визе если найдется наниматель так скажем но и наниматель может найтись как бы с большей вероятностью чем скажем в ситуации когда он не был бы там спортсменом международного класса не не получал бы там какие-то места титулы на международных соревнованиях там и так далее поэтому у него два очень нормальных действующих пути с чем и хочется его поздравить вот такая такая история счастлива